МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллион, два, три. У них стоит, это ведь не просто человек, он с автоматом стоит, автомат на фронте. Ну невозможно там 400-500 тысяч пройти то, что мы себе планируем, там, на 3-4 миллиона. Их надо наоборот показывать в чистом виде, что будет с Киевом, как в Мариуполе. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся, они тоже скажут, ну ладно, все нормально, будет, нет, не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Людям нужно отдыхать, им нужна ротация, им нужна укомплектация и так далее, и так далее. Но это факты, которые нужны. Ну не хотите это делать, давайте делать добровольческую армию, я тоже не против. Не разрозненное добровольческое формирование, которым затыкают дыры, а целую армию, которую можно совсем по другим законам набирать. Ведь линия фронта огромная, без нареканий, без нареканий и упреков мы просим нашего губернатора Гладкова Тачиллава Владимировича, а также управления МВД по городу Белгород выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города. Мы обычные, обычные жители, мы не профессиональные военные, но наш патриотизм и сила русского духа позволят нам удержать город от наступления ВСЛУ. Тоже, увы, не шутка. Ведь хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы. Точно так же и мы сможем удержать Белгород. Если вы дадите нам оружие, мы готовы стать народной дружиной, которая будет оборонять мир и покой Белгорода от происходящих сил ВСЛУ. Вячеслав Владимирович, услышьте нас и дайте нам оружие. Мы покажем нашу силу. Враг не пройдет, победа будет за нами. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Кремль сделал ставку на отходы от опостылевшей Советчины, которая повышала баллы разве что нафталиновой КПРФ и окунул страну в атмосферу феодализма. Такого единения у нас давно не было. Идеологией будущего обозначен имперский проект. Реставрация царизма, собирание земель, народное оборончество. Да. Фактически речь идет о подспудной смене режима в РФ, стремительной архаизации и азиатизации общества. Этот праздник символизирует главную силу России. Крепкий братский узел между различными народами и конфессиями. Наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает наш сильнее. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что это недоумки. Путинцы всерьез прорабатывали алгоритм захвата власти надолго, навязывая массам культ народной сплоченности вокруг хозяина, определяющего в жизни холопов все. Но задумка оказалась сырой. Оттого издержки суррогатной идеологии реконструкции исторической империи поставили россиян на грань самоуничтожения. Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь нет. Ну вот это должно быть в мультиках, в фильмах. Россияне максимально далеки от состояния единства. Сейчас творцы агрессивной захватнической войны против Украины, а в широком смысле против всей западной цивилизации, довели страну до состояния полного обессмысливания. Сейчас столько сделала, пенсионерам по 10 тысяч дают. Ну как это так может? Что мне их не 10 тысяч? Господи, прости. Надеюсь, его вообще сместят отсюда. Почему? А что? Ну мне не нравится он. Да и многим не нравится, в принципе. Поводов быть хоть за что-то благодарными режиму у рядового россиянина нет. ЖКХ поднимается, елки, продукты все поднимают, елки, а пенсия пока стоит на месте. Социология показывает, что 97% населения плевать на консолидирующие потуги чиновников, агитаторов, зет-волонтеров и прочих могилизаторов. Потери Росавиации в два раза превзошли Афганистан. А Путин даже не знает, сколько мобиков кинули затыкать фронтовые бреши. Послушайте, это много, правда? Попытка жалкого радикала Медведева с удобного дивана глаголом зажечь сердца черни на правое дело выглядит кощунством. Это недоразумение из совбеза изобретает простые ответы на волнующие людей вопросы. Россия воюет за своих. Враги все, кто не разделяет агрессивное и бесчеловечное поведение. Существуют правильные и неправильные варианты Отечества. И пора покончить со всеми слабостями. Борьба идет с темным властелином. Сегодня человечеству всему навязывается сатанизм в лице Америки, европейских, натовских, всех государств. То есть Россия с 24 февраля закрывает собой продвижение сатаны. Будемте расходить по домам для келейной молитвы о победе над темной ордой фашистской. Вот такая неравная схватка россиян с потусторонним миром. Это классический сатанизм. Вывод. Кремль умывает руки. Отвечать за смерти людей не будет никто. Пока у Недимона очередной тяжелый припадок белой горячки, второй экстандемовец работает в поте лица. Вместе с Z-волонтерами тусуется подле монумента Минину и Пожарскому. Почему-то глазеет на выставку про другую страну и призывает биомассу умирать сердечной преданностью. Путин спешит, словно боится не успеть, как будто за ним гонятся неумолимые перемены. И перемены эти все глубже, все фундаментальные. В царстве фальши серьезные расприи и ширятся пропасти, расколов. Пока кто-то едет с Украины в пластиковых пакетах, кто-то озабочен своими миллиардами. Это в общих интересах. Вторая армия мира не только легла в деревянные макинтоши, но из России сбежали 2 миллиона человек. СВО разрушило единство общества, стало его чумой. А мы что, русские? В кремлевском террариуме разгорается война силовиков. Пришло прозрение, что ФСБ втянуло страну в ужасную войну. А потерь-то у Лубянки нет, смахивает на сжигание конкурентов из лагеря Шойгу. Вот это обычным перочинным ножиком. Вот просто, вот она снимается. Там про пулю даже слова нет. Вот, элементарно. Спасибо администрации Ставропольского края. Одновременно молодежь бежит и гибнет. А страна превращается в федерацию вдов, стариков и коллег. А дальше окажется, что этих солдат, которые обучились 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там. И гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию и детям и прочее, и прочее. А вот, 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться. Никуда. Единственное, что вызывает единство – проклятие в адрес Путинщины. Все прочее – адская фальшь. Вообще сложно ответить, что хочет Кремль. Какой-то он нелогичный. Было бы логично, но вообще туда не лезется никогда. Суверенное государство. В общем, в Кремле преступники сидят. Продолжение следует... Продолжение следует...